Добрый день, уважаемые слушатели! Рады вас приветствовать на вебинаре издательского дома 1 сентября. Сегодня у нас в гостях кандидат психологических наук, психолог-консультант, преподаватель кафедры прикладной психологии и психотерапии Российского университета Дружбы народов Басанова Татьяна Александровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема нашего вебинара – тревожность и неуверенность детей. Две стороны одной медали. Татьяна Александровна, вам слово. Итак, у нас сегодня интересная тема, и сейчас мы выделим несколько основных вопросов, на которых мы сегодня более подробно остановимся. И прежде всего, в чем заключаются причины, и где искать истоки тревожности и неуверенности детей. Так что очень часто задают вопросы, как выйти из замкнутого круга различных страхов, опасений и тревог, и как вовремя заметить и предотвратить развитие невроза. Чем могут взрослые помочь, когда тревожность и неуверенность уже есть у ребенка? И что в наших силах сделать, чтобы ребенок рос спокойным и уверенным в себе? И прежде чем мы дадим определение тревожности, нужно сказать, что тревожность – это индивидуальная психологическая особенность. И здесь нужно понимать, что разные психологи по-разному определяют, но есть общая тенденция. И нужно выделить тревогу как специфическую реакцию в ответ на какое-то событие. Нужно выделять тревожность как личностное образование или личностное состояние. И в этом контексте для нас очень важно обращать внимание на то, что тревожность напрямую связана с особенностями нервной системы, типом темперамента человека. И в общем виде можно выделить тревожность ситуативную и личностную. Мы сейчас немножко более подробно поговорим об этом. Дело в том, что ситуативная тревожность – это как раз та тревожность, которая носит адаптивный характер. Она возникает в ответ на какую-то ситуацию, в ответ какой-то стресс, на те изменения, которые происходят в окружающем нас пространстве. Тогда как личностная тревожность – это то понятие, та характеристика, которая имеет особенности, связанные с индивидуальными психологическими характеристиками человека. И в этом контексте, конечно же, нужно обращать внимание, что это характеристика, которая закрепляется с течением времени. Что касается другой типологии, то также можно говорить о том, что тревожность, она может быть открытой, она может быть скрытой. Открытую тревожность мы можем наблюдать по определенным вегетативным реакциям, по тем изменениям, которые человек говорит, произносит. Это то, что отличает те параметры, по которым мы можем диагностировать наличие или отсутствие этого параметра. И, собственно, дифференцировка на нормальную и невротическую тревожность. Она, по сути, сходна с той, которую мы дали с вами в относительной дифференцировке ситуативной и личностной. Невротическая тревожность – это та психологическая особенность, которая сопровождает человека тотально на протяжении достаточно длительного периода времени. И она распространяется абсолютно на все ситуации, с которыми человек может встретиться. Что касается причин тревожности, то нужно сказать, что этот вопрос открытый. Нужно учитывать, прежде всего, биологические факторы и обращать внимание на то, как протекала беременность, на то, какими были роды, на то, какими были особенности первых нескольких лет жизни ребенка. И, прежде всего, конечно же, нужно учитывать, были или не были травматические, инфекционные, токсические или другие наследственные вредности. И также нам нужно учитывать один момент, что существуют некоторые соматические заболевания, проявления которых могут восприниматься как тревожность. И к ним, прежде всего, стоит относить гормональные нарушения, височную эпилепсию, гипогликопиемию и сердечно-сосудистые нарушения. Но для того, чтобы дать точную типологию, что это повышенный уровень тревожности, либо это определенная соматическая предрасположенность организма, для этого, конечно же, нужно обратиться к специалисту. Сначала это может выполнить врач-терапевт и, конечно же, врач-невролог или психоневролог. Что касается темы нашего сегодняшнего семинара, то основной контекст, на который мы с вами обратим внимание, это на возникновение тревожности как психогенного фактора. Нужно помнить, опять-таки, что тревожность носит, она напрямую зависит от особенностей типа нервной системы. Если взять общую типологию, то нужно учитывать, что если упростить и взять самую-самую простую модель, есть люди с сильным типом нервной системы, есть люди со слабым типом нервной системы. И как раз люди со слабым нервной системой, они предрасположены. Если у них есть еще определенные эндокринные заболевания или особенности, они могут давать тот побочный, скажем так, пусковой механизм, на основе которых в результате появления тех или иных стрессогенных факторов может возникнуть и затем в будущем закрепиться личностная тревожность. Также нужно помнить, что в дошкольном и младшем школьном возрасте главной причиной возникновения тревожности бывает нарушение детско-родительских отношений. И если мы посмотрим на ту типологию, которая в принципе в психологии существует, то прежде всего стоит обратить внимание на такой тип детско-родительских отношений, детско-родительского воспитания, как гиперопека. Также нужно понимать, что когда у родителей существуют завышенные требования к своему ребенку, когда у родителей существуют определенные противоречивые требования, которые не согласуются или которые носит ситуативный характер сегодня, одни требования, завтра другие. Либо ребенок воспитывается в разных средах, какое-то время живет с родителями, на выходных уезжает к одним дедушке с бабушкой, на других выходных к другим. Если нет общей системы сбалансированной, где приняты определенные общие правила поведения, где нет общего режимного момента, и прежде всего нужно помнить, что для ребенка очень важно сбалансированное отношение сна и отдыха. Тогда, когда есть вот эти нарушения, тогда естественным образом возникают определенные предпосылки, когда может возникнуть тревожность. Что касается более взрослого возраста, то здесь тревожность, как правило, порождается внутренними конфликтами, и преимущественно это относится к самооценке человека. И нам нужно с вами обращать внимание на такой момент, что естественным образом нам нужно беречь детей с самого маленького возраста и защищать их психику от дополнительных стрессогенных факторов. Теперь немножко поговорим об истоках тревожности и неуверенности детей. Нужно понимать, что тревожность возникает в результате невозможности удовлетворения тех социальных потребностей, которые очень значимы. И нам нужно понимать, что для любого человека, как маленького ребенка, так и взрослого человека, очень важно удовлетворение потребностей, прежде всего в принятии, в любви, в понимании, в признании, в уважении. Это все те социальные потребности, которые для каждого человека очень значимы. Также нужно помнить, что тревожность складывается как чувство собственной незащищенности на ранних онтогенетических этапах. Если ребенка с малого времени оставляет часто одного или предоставляет самому себе, либо его чрезмерно ограничивают, говорят, что делать, что не делать, постоянно привнося все новые и новые запреты, то это дает дополнительный источник психогенной той нагрузки, которая впоследствии может также сказаться на появлении такой характеристики, как личностная тревожность. Также нужно помнить о том, что тревожность формируется в результате частых повторяющихся ситуаций тревоги, которые с течением времени они закрепляются и носят устойчивый характер. И как свойство личности мы уже можем говорим о том, что у того или иного человека тревожность является личностным образованием, то это целесообразно и правомерно уже начиная с подросткового возраста. Если мы возьмем общую возрастную периодизацию наших отечественных психологов, то ранний подростковый возраст, начиная с 9-летнего до 11-летнего возраста, это первичный, и до старшего подросткового возраста, от 11 до 15 лет, вот здесь как раз происходит закрепление вот этой характеристики и перевод. И можно также говорить о том, что для этого возрастного диапазона характерно проявление акцентуации тех или иных, которые также могут способствовать закреплению этого параметра. И что касается высоких показателей личностной тревожности, то они будут как раз таки свидетельствовать о неблагополучии личностного развития ребенка, подростка, взрослого. Если говорить о том, какой лучше психодиагностический инструментарий применять, то на сегодняшний день существует большое количество диагностических методик. Наиболее часто применяются методики Захарова по выявлению тревожности. Но также стоит обратить внимание на интересный опросник, который характерен для диагностики подростковой и взрослой тревожности личностной и ситуативной. Таких авторов, как Березина, Вассармана и Иовлева, это ученые Санкт-Петербургского НИИ Бехтерева, которые разработали интегративный тест тревожности. Он очень прост в обработке, там всего по 15 вопросов, которые позволяют выделить по 5 ключевых параметров и позволяют как раз провести дифференциальную диагностику не только по уровню и степени выраженности той или иной ситуативной и личностной тревожности, но и по компонентам. Что это? Эмоциональный дискомфорт, астенические проявления, это беспокойство о прогнозе будущей ситуации. То есть стоит обратить внимание и на этот инструментарий. И, собственно, теперь вы можете посмотреть более детально на тот опросник, который является наиболее типичным в школах, и которых можно использовать как такую самую простую диагностику в общении с родителями. Диагностика тревожности у детей. Она состоит, как вы видите, из 20 очень простых коротких вопросов. И здесь нужно ответить, прочитать внимательно, ознакомиться с тем или иным утверждением и дать плюс или минус, согласие или не согласие с тем или иным пунктом, а затем подсчитать общее количество положительных ответов. И в соответствии с этой диагностикой мы с вами получим тот показатель тревожности, который мы с вами сможем увидеть. И здесь можно обратить внимание, что для диагностики тревожности используются разные параметры. Ну, начнем вот с первого вопроса. Ребенок, допустим, не может долго работать не уставая. То есть достаточно часто ему необходимо делать те или иные перерывы. Он может часто отвлекаться, часто откладывать то или иное дело, растягивая его во временном интервале на неопределенное время. Второй пункт. Ему трудно сосредоточиться на чем-либо. И здесь, конечно же, стоит посмотреть на такой параметр, как устойчивость и концентрация внимания. Любое задание для такого ребенка вызывает излишнее беспокойство. И прежде всего, если мы вспомним, мы говорим, что тревожность, она прежде всего связана с самооценочным характером. Ребенок наверняка будет переживать о том, каким будет его результат, каким образом будет оценена его работа. Следующий пункт. Во время выполнения задания он очень напряжен и скован. Вот этот параметр, на который мы с вами также будем обращать внимание, это то, что можно не применять каких-то отдельных проективных или диагностических инструментариев, а то, что можно увидеть невооруженным взглядом в результате нашего непосредственного наблюдения за тем или ином ребенком. Следующий пункт. Смущается чаще других. И, как правило, это мы можем увидеть о покраснениях лица, лицевых покровах. Следующий пункт. Часто говорит о возможных неприятностях. И, как правило, такие дети, они достаточно пессимистично настроены. Они, как правило, если мы будем говорить о мотивации достижения или избегании неудачи, то вот для таких детей в большей степени будет как раз характерно второй подход – это избегание неудачи. Они будут перестраховываться, и, как правило, для них будет достаточно серьезным шагом начать какое-то новое дело. Следующий пункт. Он, который сочетается с пятым пунктом, как правило, часто краснеет в незнакомой обстановке. Еще один момент, который тоже требует особого внимания. Такие дети часто жалуются, что им снятся страшные сны. А если мы говорим о качестве сна, то они достаточно трудно, с трудом засыпают, и их сон очень прерывист, поверхностен. И эти дети, как правило, они не высыпаются, даже после длительного ночного отдыха. Также нужно обратить внимание, что руки у таких детей очень часто бывают очень холодными и влажными. Нередко у них бывает расстройство стула, то есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Они могут сильно потеть, когда волнуются. И часто родители могут говорить о том, что они очень плохо кушают и отказываются от еды. Что стоит еще, на что обращать внимание? Как правило, такие дети характеризуются тем, что у них очень много разнообразных страхов. Если в среднем, если мы возьмем самый такой нижний порог, у ребенка наблюдается от 6 до 10-12 страхов, то у детей с повышенным уровнем тревожности этот параметр может переходить 15-16 и выше. И то, что мы можем также наблюдать, он часто очень быстро расстраивается по самым незначительным поводам, по любым моментам. И что самое интересное, если вы возьмете любую нейтральную ситуацию, то такой ребенок, он часто будет говорить на любое событие, интерпретировать, что кто-то может подумать, что он сделал что-то не так. Что также часто мы можем феноменологически увидеть? Этот ребенок часто сдерживает слезы. Либо вот этот момент, плаксивость, у него достаточно проявлен. Он плохо переносит любое ожидание. И для таких людей какая-то новая ситуация, обстановка, переезд, какие-то изменения. Если мы говорим, будем, например, о тревожности в школе, то если отменили урок, либо пришел преподаватель и сказал, вы знаете, ребят, сегодня давайте проведем контрольную работу или любую другую проверочную работу, для него это, конечно же, будет стрессом. Еще раз обращаем внимание на то, что такие дети абсолютно не любят браться за новые дела, не любят участвовать в новых проектах, новых упражнениях, которые они не знают. Они не уверены в себе, в своих силах и боятся сталкиваться с любыми трудностями. И для нас высоким показателем будет, прежде всего, конечно же, вот этот диапазон выше 15 баллов. Что касается выявления наличия невроза у детей. Вот я не случайно сказала об интеграции, в оперативном тесте тревожности, поскольку выявление и диагностика невроза – это уже заболевание. Тогда как повышенный уровень личностной тревожности – это то, с чем может работать обычный школьный психолог или психолог-консультант в различных заведениях общего профиля. Тогда как невроз и работа с неврозом – это прерогатива, прежде всего, врача-психотерапевта, врача-психиатра, психоневролога. И нужно понимать, что невроз – это заболевание, которое появляется прежде всего и, как правило, вслед за определенной психической травмой. И наиболее типичными проявлениями невроза будут являться следующие. Это преобладание соматовегетативных и двигательных расстройств. Это страх, который может длиться два и большее количество лет, и он может принимать характер фобий. Причем будет этот страх генерализованным. Он будет распространяться на огромное количество совершенно безопасных с точки зрения обычного человека ситуаций. Это может проявляться в частом кусании ногтей, выдергивании волос, разнообразных тиках, подергиваниях, в различных компульсивных повторяющихся движениях. И, естественно, когда родителям нужно и обратить внимание, и однозначно обращаться уже к врачу, это если у ребенка старше 4-5 лет появляются такие проблемы, как энурез и энкопрез. Энурез – это недержание мочи, энкопрез – это недержание кала. Очень часто это возникает след после какой-то достаточно серьезной психотравмирующей ситуации, с которой необходимо разбираться со специалистом. Если мы будем говорить о том, как вовремя предотвратить развитие невроза, то нам нужно обратить внимание на 4 основные пункта. Это прежде всего снижение влияния негативных психотравмирующих факторов. Но если мы обратимся к современной тенденции, в той ситуации, в которой находится каждый из нас, не говоря о том, что видят и слышат дети, играя в те или иные игры, получая доступ из той или иной рекламы, видя те или иные новостные анонсы, то вот этот фактор наиболее сложно спрогнозировать и уберечь. Но этот фактор, который в большей степени зависит прежде всего от того состояния и от той атмосферы, в которой находится ребенок внутри своей семьи. Нужно помнить о том, что если возникают какие-то моменты, где человек начинает, родители, сомневаться, какого-то момента не было, и вдруг ребенок начинает испытывать какие-то беспокойства, проблемы со сном, это опять-таки проявление вегетасосудистых каких-то хребет, характеристик на нарушение, то нужно сразу же обращаться к специалисту. Нужно обращать внимание на то, что максимально стараться создать благоприятный эмоциональный фон дома, и прежде всего смотреть на те свои эмоциональные реакции, которые родители транслируют своим детям ежедневно. И прежде всего нужно помнить, что основной момент, который мы можем обеспечить в работе с такими высоко тревожными детьми, это наше спокойное и терпеливое отношение к ребенку. Чем могут взрослые помочь, когда тревожность уже есть и неуверенность? Прежде всего нужно говорить о комплексном подходе. И здесь необходима совместная работа, комплексная, интегративная, родителей, психолога, воспитателей, учителей и при необходимости психоневролога. И здесь работа идет в трех ключевых направлениях. Первое и самое главное – это повышение самооценки ребенка. Нужно помнить о том, что если ребенка часто в чем-то обвиняют, наказывают или постоянно подчеркивают его неуспешность, то тем самым мы можем закреплять как раз-таки низкий уровень самооценки, негативное отношение к самому себе, что недопустимо. Нужно помнить о том, что необходимо обучать ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. И здесь на первое место выходят такие параметры, параметры, как игротерапия, сказкотерапия, театрализованные какие-то представления и разыгрывания тех или иных травмирующих ситуаций. И следующий пункт, он здесь, хотя и поставлен третьим, но на самом деле во многих случаях он является ключевым, с которого начинается, собственно, старт работы с тревожностью. Это снятие мышечного напряжения. И в этом контексте я хочу обратить внимание, что есть такая теория в нашей отечественной парадигме Березина, которая говорит о том, что существуют так называемые явления тревожного ряда. И в зависимости от того, на каком уровне происходит вот эта эмоциональная реакция, то мы можем на первых этапах купировать приступы тревоги. И нужно помнить, с чего начинается, собственно, та или иная тревожная реакция. Это ощущение напряжения мышечного. И, как правило, здесь у нас будет задействована вот эта часть лицевая, это затылок, это область шеи и верхний плечевой отдел. Также очень часто, если мы будем говорить о страхе, то есть такое распространённое выражение, у страха глаза великие, выражение глаз. И то, что очень часто у такого человека ноги либо становятся ватными, либо наоборот, энергия поступает именно в ноги, и у человека возникает готовность бежать. И нам нужно помнить, что вот первое, это вот это внутреннее напряжение, оно дальше перерастает в определённую вегетативную реакцию организма, после чего на третьем этапе возникает, собственно, состояние тревоги, которое характеризует, можно характеризовать, как диффузная опасность, когда ещё непонятно, чего именно бояться, но уже внутреннее напряжение, она достигает определённого своего пика. На четвёртом этапе возникает, собственно, страх. На пятом этапе возникает уже ощущение надвигающейся катастрофы. И на шестом то, что часто связывают с таким явлением, как панические атаки, когда деятельность человека, ребёнка, подростка, она становится полностью дезорганизованной, он начинает метаться, делать какие-то импульсивные, неоправданные шаги и действия, порывистые. И что, собственно, можно делать для того, чтобы выйти из замкнутого круга различных страхов, опасений и тревог? Прежде всего, нужно говорить с ребёнком и рассказать о сигнальной функции тревоги, говорить о том, что любой человек, абсолютно любой, испытывает это состояние. И то, что это состояние — это, в принципе, норма. Но не норма является, если это состояние является постоянным, и она возникает в случаях, когда потенциальной опасности в окружающей ситуации нет. Нужно учить контролировать свой голос и жесты. И в этом контексте, конечно же, будут помогать именно телесные перевоплощения. Здесь могут прийти на помощь различные актёрские упражнения, когда мы даём ребёнку, подростку возможность поиграть, поисследовать, изобразить сначала ребёнка или человека, который очень сильно чего-то боится, в чём это проявляется, что будет происходить с его взглядом, что будет происходить с его интонацией, что будет происходить с его речью. И такой ребёнок очень часто быстро начинает понимать, ему предлагается вспомнить ситуацию, где он чувствовал вот этот уровень высокей тревоги, что с ним происходило. И он сразу начинает говорить, что дышать трудно, дыхание становится очень поверхностным, речь становится очень быстрой, начинают появляться определённые речевые запинки, нарушения, заикания. И в этом контексте мы научаем переходить его из состояния высокого уровня и тревожности сначала в нулевое состояние, что характеризует состояние покоя. Мы предлагаем ребёнку вспомнить ситуацию, когда ему было очень спокойно. Например, когда он находится дома, в кругу близких и знакомых ему людей, с которыми ему очень комфортно, интересно. И что при этом происходит с ребёнком. И в данном контексте мы можем с вами обращать внимание на дифференцировку и распознавание по четырём основным путам. Эту систему ещё можно называть темп-системой. Тело, что происходит с телом, какие ощущения наблюдаются в том или ином органе или системе. Что происходит с эмоциями, что происходит, какой доминирующий тип эмоций в этой проявляется, в той или иной ситуации. М – мышление или какие мысли начинают появляться в той или иной ситуации. И последний пункт – это поведение. Что конкретно начинает делать ребёнок в той или иной ситуации. И третий пункт, когда ребёнок уже находится в состоянии покоя, мы предлагаем ему сыграть, поимпровизировать уверенного человека, который очень спокойно может рассказать то, что ему нужно, достигая своих целей. И при этом ребёнок, как правило, обращает внимание на то, что происходит с голосом, и прежде всего с плечами. Он непроизвольно сразу начинает распрямлять плечи, голову поднимать, не задирать её сильно вверх, а подбородок примерно находится параллельно полу. И интонация при этом, и темп речи, он становится средним. И таким образом мы предлагаем в игровой форме переходить из одного состояния в другого, натренировывая тем самым элемент уверенного поведения. Также нужно обучать целенаправленному управлению и владению мышцами лица и объяснять значение улыбки для снятия нервно-мышечного напряжения. И в этом контексте мы предлагаем часто и родителям, и педагогам на своих занятиях, и психологам на своих тренингах, когда приходит ребёнок очень тревожный, начинать вот именно нарабатывать вот этот навык улыбаться. То есть иногда дети, кстати, нужно сказать, они очень охотно выполняют это упражнение. Для маленьких детей это как элемент гримасничания. Улыбнулись, наоборот, нахмурились, взгрустнули. То есть мы каждую эмоцию именно через лицевые мышцы мы растягиваем, уменьшая тем самым вот этот мышечный телесный зажим. Следующий момент. Ситуацию, которая вызывает тревогу, необходимо в обязательном случае опредметить. Для этого могут помочь различные арт-терапевтические техники, либо, например, игра, та же самая терапия. Когда, если у нас есть возможность, мы можем предложить ребёнку, который стесняется проговаривать о своих страхах, о своих волнениях, о своих опасениях, мы можем предложить ему какую-то игрушку. И сказать, посмотри, пожалуйста, чего боится эта игрушка, о чём она сейчас думает, что она сейчас переживает, что с ней сейчас происходит. И в игровой форме ребёнок начинает проявлять и раскрывать те внутренние переживания, в которых он находится. А предметить также поможет рисунок, когда ему предлагается, если ребёнок совсем маленький, ему предлагается палитра, и в данном контексте лучше использовать пальчиковые краски, когда он может обмакивать свои пальчики в ту или иную краску и рисовать руками по ватману или по специальной доске, а затем смывать. Есть ещё специальные такие стёкла, через которые можно смотреть. Вот очень часто на тренинговых занятиях мы предлагаем для ребят, которые испытывают очень сильную тревогу, нарисовать свою тревогу, какого она сейчас цвета, какого размера. И на стекле, безопасном стекле, обрамлённом, оно примерно по размерам формата А3, иногда А4, мы предлагаем сначала его заполнить, а потом сквозь него посмотреть друг на друга. И тогда эти дети очень часто начинают замечать, что им сложно в ситуации волнения увидеть, что происходит с другим ребёнком. Также необходимо рассказывать о значении ритмичного дыхания. И в этом контексте первым шагом, которым мы обучаем всех ребят, которые испытывают высокий уровень тревоги, это, как правило, квадратичное дыхание. И сначала мы говорим о том, что необходимо идти по определённой дорожке. На один счёт вдох, на один счёт задержка дыхания, на один вдох выдох, и причём он должен быть очень-очень глубоким, и, как правило, если вдох у нас делает через нос, то выдох мы делаем через рот, очень глубокий, и затем ещё одна задержка. И потом постепенно, вот этот временной интервал мы потихоньку расширяем на один счёт, на два счёта, на три счёта, на четыре счёта. И так мы повторяем до 15 циклов. И ребёнок сначала в спокойной ситуации натренировывает этот навык. И когда ему, например, необходимо выйти к доске, либо, например, пойти куда-то в ту ситуацию, которая вызывает у него тот или иной беспокойство, он сначала берёт себе паузу и даёт возможность в течение нескольких минут вспомнить вот этот элемент квадратичного дыхания, и только после этого идёт и делает этот шаг. Следующий момент — это научить формулировать цель своего поведения в той или иной ситуации. И здесь самый яркий пример этой школьной, связанной со школьной тревожности, это когда, допустим, ребёнок говорит о том, что мне во что бы то ни стало, нужно ответить именно на пятёрку. Или сделать кровь из носа. Вот когда вы слышите такие фразы, нужно переориентировать. Всё-таки нам нужно что сделать? И обратить внимание, что именно требуется от ребёнка в данном случае, в той или иной ситуации. Рассказать какое-то правило, ответить параграф, ответить на те или иные ключевые вопросы. И для высоко тревожных детей, как правило, в начале полугодия, по крайней мере в начальных классах, при переходе из одного звезда, с младшего звена в среднее звено, и при переходе из среднего звена в старшая звена, как правило, делается психологическая диагностика. И заранее классные руководители, а потом и учителя, они предупреждаются, что те или иные ученики, у них высокий уровень тревожности по таким-то параметрам. И для таких ребят, как правило, делают более длительный адаптационный период. И ещё один параметр, на который мы также обращаем внимание, это необходимость обучать ребёнка умению снижать значимость ситуации. То есть для ребёнка любая ситуация, она из разряда катастрофичной. Если я не отвечу, если я вовремя не приду, если я хорошо не выполню какое-то задание, то очень часто такие дети говорят, что всё, произойдёт конец света, папа, мама перестанут меня любить, учителя перестанут считать меня хорошим учеником и так далее. И в этом контексте нужно говорить, что да, можно ответить не с контекста оценки своей личности, что ты станешь плохим и с тобой перестанут считаться, а что ты мог сделать что-то не так, и это поступок, который можно исправить. Каким образом мы можем помочь ребёнку преодолеть тревогу? Прежде всего нужно обращать внимание, что нам нужно создавать условия, в которых ему будет не так страшно. Если мы будем говорить о детско-раздительских или о семейных ситуациях, то для ребёнка очень важно состояние определённости. И нужно помнить, что чем младше возраст, тем более определённой должна быть ситуация. Если вам предстоят какие-то далёкие переезды из одной квартиры в другую, из одного города в другой, переход из одной школы или одного детского сада в другой, вам заблаговременно, желательно за несколько месяцев готовить к этому ребёнка, спрашивать, а как бы он отнёсся к такой или иной ситуации, проигрывать и моделировать эту ситуацию. Также нужно показывать, например, как можно решать тревожащие его ситуации. И в этом контексте очень помогает беседа. И многие родители, с учётом того, что многие родители очень заняты, и у них буквально бывают минуты для того, чтобы общаться с ребёнком, то в этом контексте полезно перед сном поговорить с ребёнком, как прошёл день, что произошло. И когда ребёнок озвучивает ту или иную тревожащую и волнующую его ситуацию, тогда обращать внимание, вспоминать о том, что происходило в вашем детстве, а как вы реагировали, а как вы решали ту или иную ситуацию, интересоваться, как другие ребятки или другие дети решают подобные ситуации. И в данном контексте расширять диапазон возможных альтернатив, что можно сделать. Также вот есть один параметр, на который родители часто начинают делать. Они начинают, когда ребёнок испытывает высокую тревогу, выполнять за него то или иное задание. Если ребёнок волнуется и не может быстро одеться, не может что-то написать или выполнить задание, доходит вплоть до того, что папа или мама садятся вместо него и делают тот перечень работ, которые должен делать сам ребёнок. В этом контексте это, по сути, взращивание инфантильной позиции и закрепление вот этой эффекта вынужденной беспомощности, от которой будет потом достаточно сложно отказаться в более старшем возрасте. Поэтому мы обращаем внимание, что можно делать вместе с ребёнком, но не вместо него. И обязательно обращать внимание на то, в каком времени мы говорим о тревоге. Если ребёнок говорит о чём-то, то использовать вот эту ситуацию в прошедшем времени. «Я испугался, я был взволнован, я очень сильно переживал, но потом сделал то-то и то-то». И таким образом мы переходим из ситуации тревоги в ситуацию, где этой тревоги нет. Ещё раз, заранее готовить ребёнка к переменам, помогать ребёнку узнавать свои сильные стороны. Очень часто многие родители говорят о том, что в зависимости от типа темперамента, мы знаем, что их четыре, вот для ребят со слабым типом темперамента и слабой нервной системы, для которых в большей степени характерен меланхолический тип темперамента, они говорят, что всё, катастрофа, с этим темпераментом нет жить, невозможно жить. Но на самом деле у этих ребят есть очень много достоин своих. Это единственный тип темперамента, это детки, которые могут выполнять скучную монотонную работу очень долгое время, и при этом делать это очень качественно, скрупулёзно, аккуратно, и достигать при этом очень хороших результатов. Поэтому при любом типе нервной системе всегда можно найти тот вариант, достоинств, преимущества, где этот ребёнок может быть успешен, и обучать его вот этим навыкам и закреплять этот позитивный опыт. Когда не удаётся разговорить, опять переспрашивать через игрушки, переспрашивать через какие-то моделирующие ситуации и отслеживать такой момент, что если сам взрослый оптимистично настроен, если он говорит, что что бы ни случилось, всё равно любую проблему, любую ситуацию можно разрешить, что из любой ситуации можно найти решение, тогда и ребёнок, собственно, он будет привыкать к тому, что катастрофы нет, что в любом случае можно найти какой-то выход. И стараться в любой ситуации искать плюсы. На современном психологическом языке это называется рефреймингом. Что бы плохого ни случилось, упал, подскользнулся, замарал, порвал, что-то разрушил, мы спрашиваем, а какой положительный опыт, чему ты научился в этой ситуации, что можно в следующий раз сделать по-другому. И в этом контексте мы опять, мы из негативного, пессимистичного мышления переводим на позитивный лад. Что в наших силах сделать, чтобы ребёнок рос спокойным и уверенным? Прежде всего, всегда нужно помнить, в какой форме мы обращаемся к ребёнку. Всегда необходимо использовать уважительный тон. Несмотря на то, что ребёнок очень мал или у него бывают возрастные кризисы, а мы часто понимаем, что на том или ином возрастном этапе существуют определённые особенности. И нужно обращать внимание на кризис одного года, кризис трёх лет, кризис семи лет, кризис подросткового или пубертантного возраста. И каждый этот момент требует дополнительного терпения. Нужно способствовать достижению реальных успехов в какой-либо деятельности. И что интересно, когда наступает волна, и родители и педагоги начинают отмечать, что нет возможностей или нет параметров, где этот ребёнок успешен, тогда необходимо моделировать. А что, собственно, определяет его неуспешность? Нужно исходить из той области, которая интересна самому ребёнку, и делать акцент на неё. Нужно проводить интересные совместные занятия, игры. И в этом контексте на первом месте такие упражнения, как комплименты и упражнения «Я дарю тебе». В частности, упражнение комплимента заключается в том, чтобы каждый раз находить что-то новое, какую-то характеристику, какое-то умение, какую-то особенность, что особенно понравилось вам в ребёнке, в том, что он делает, как он выглядит. «Я дарю тебе». И это может быть не только какой-то фактически материальный подарок, это может быть улыбка, это может быть какой-то нематериальный объект. Можно подарить улыбку, песню, какое-то пожелание, какой-то комплимент. Нужно таких детей больше хвалить. Но при этом основной акцент – сравнивать его с самим собой, а не с другими детьми. И в этом контексте нужно обращать внимание, что необходим щадящий, оценочный режим в той области, в которой успехи невелики. И ещё раз обращу внимание на то, что необходимо соблюдать режимные моменты и почаще гулять на свежем воздухе. Ведь уже давно замечен тот факт, что наши гормоны стресса, они легко изживаются в результате той или иной физической нагрузки. И очень полезны будут различные спортивные секции, плавание, гимнастика, художественная гимнастика, там, где различные акробатические упражнения, совместная езда на велосипедах, бег, различные догонялки. Но об этом мы можем поговорить, наверное, в ходе беседы. Что касается педагогических рекомендаций, то можно выделить следующее. По возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся. Дело в том, что это далеко не всегда возможно, потому что очень многие учителя говорят о том, что когда в классе больше 30 человек, вот осуществить индивидуальный подход практически невозможно. Вопрос стоит, как наиболее эффективно дать ту учебную программу. И в этом контексте большая нагрузка, она переходит на плечи родителей, для того, чтобы помочь ребёнку сорганизовать свой режим дня так, чтобы он успевал готовиться. При появлении затруднений обращаться за помощью к школьному психологу, потому что во многих учреждениях выделяются отдельные часы, отдельные занятия, где в игровой и в тренинговой форме, иногда в индивидуальной, иногда в групповых параметрах можно эти проблемы прорабатывать. Ребёнка нужно меньше ругать и больше отмечать улучшение результатов. И при этом нужно обратить внимание, если ребёнок ответил не так, как хотелось бы, то негативную оценку оценивать не его, как личность, а именно параметры. Что именно было, где допущена ошибка, в каком задании, на что нужно обратить внимание, и делать это желательно после уроков в режиме тет-а-тет. Давать возможность отвечать, если есть, в другой форме. То есть если ребёнок испытывает затруднения при таких вот ответах у доски, то на первых порах давать возможность ему отвечать письменно, а потом постепенно-постепенно переводить в режим ответов устных. Нельзя оставлять без внимания непопулярных детей. И в этом моменте некоторые педагоги реализуют следующий принцип. Они предлагают на тех или иных занятиях пересаживаться, каждый раз меняя партнёра, с кем человек будет сидеть. И вот этот момент, он может помогать как раз, когда дети объединяются, и они обмениваются вот этим опытом взаимодействия с другим партнёром, с другим человеком. И собственно, основная литература, на которую стоит обратить внимание, это прежде всего Захаров, неврозы у детей. Здесь можно обратить внимание на эмоциональное развитие дошкольников, автор Клюева. Нужно обращать внимание на тренинги эффективного взаимодействия с детьми, причём и на психогимнастику в тренингу. Причём эти упражнения настолько просты и легко доступны, осваиваемы как родителями самостоятельной формы, так и педагогиками, психологами в том формате, который для них будет наиболее оптимален. И настольная книга практического психолога в образовании Рогова, где подобраны также отдельный психодиагностический и тренинговый материал, что можно сделать в той или иной ситуации с детьми, которые испытывают высокий уровень тревожности. На этом основная часть завершена. Спасибо, Татьяна Александровна, за очень содержательную лекцию. Вы очень подробно и с практическими примерами объяснили причины возникновения тревожности у детей и подростков и что с ней сделать. У наших слушателей есть вопросы. Первый вопрос получили мы от Елены Владимировны. Как быть личностной постоянной тревожностью и как научиться уменьшать этот фон? Могут ли на фоне постоянной тревожности быть головные боли? Конечно. Если мы вспомним описание, то как раз тревога возникает на третьем уровне, тогда как на первом уровне у нас возникает ощущение напряжения. И как раз в этом контексте очень часто те люди, которые характеризуются высоким уровнем личностной тревожности, для них характерны головные боли, для них характерны как раз вот эти зажимы. Вот эта поясная, ее еще называют боль в виде обруча. И в этом контексте лучшая профилактика это, конечно же, различные упражнения с утра. Обычно, если мы говорим о том, что может сделать взрослый или ребенок, как может помочь, это различные упражнения. Это могут быть пальчиковые растирания. Потому что очень часто, когда человек в состоянии волнения напрягается, то у него, как правило, все напряжение скапливается вот в затылке, а иннервация до кончиков пальцев рук и ног, она не доходит, ослабевает. И в этом контексте нам нужно проработать. Сюда будут вот такие различные разминки пальцев, рук и ног. Очень часто для того, чтобы снизить вот этот личностный уровень, это говорит о том, что эта характеристика, она закрепилась. И нам нужно понимать, когда вот, допустим, задают вопрос, сколько времени необходимо для того, чтобы проработать личностную тревожность, то нужно помнить, что это уже характерологическая особенность. А если мы будем говорить о любой привычке, то для формирования той или иной привычки необходимо закрепление ну как минимум 30, а лучше 45 дней ну вот ежедневного труда. И в этом контексте для снятия вот этих головных болей, и мышечного напряжения это регулярная мышечная нагрузка. Это нужно подобрать какой-то простой гимнастический набор. На сегодняшний день их разработано огромное количество. Все зависит именно от того, что именно вы для себя хотите получить. Если вы хотите стабильный, надежный результат, который сохранится на долгое время, то тогда это регулярная гимнастика с утра. и в этом я могу прям вот по параметрам что можно делать. Рано утром, как только вы пробудились, можно уже в постели начать разминать прежде всего ладони. Мы делаем вот такие очень быстрые движения, растираем ладошки. И для нас будет как раз показатель особенности энергетического вонофона и работы сердечно-сосудистой нашей эвегидативной системы. Если ладошки будут мокрыми, влажными и сухими, то это как раз неблагоприятный фактор. Он говорит как раз о том, что проблема достаточно серьезная и она носит уже неврологический такой характер. Но нужно сказать, что по нашим показателям для того, чтобы ее снять, нужно от нескольких месяцев до полугода более застойных, если уже хороший возраст, после 35-ти и нет никакой физической нагрузки, то может этот период реабилитационный занять до полутора-двух лет. У каждого это будет носить от степени хранификации, от степени застойности этого явления. После того, как мы растерли, мы разминаем каждый пальчик. Затем мы делаем определенный пальминг, когда мы ладошки надавливаем легкими нажатиями в течение одной секунды на наши глазные яблоки в течение одной секунды надавили, отпустили, и так до 30 раз. То же самое мы делаем с ушными раковинами. По сути дела мы восстанавливаем кровоснабжение, далее мы делаем растирание ушей, и то, что потом может сделать каждый, это растирание стоп. А дальше, если возможно, то наши, допустим, ребята, мы им показываем несколько простых техник, из суринамарскар, из йоги, из хатка-йоги, то, что можно делать в качестве такого психогимнастического комплекса в течение 5-15 минут каждый день. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Следующий вопрос, их несколько, если позволите, я их объединю в один. Это вопросы, связанные все-таки с диагностикой. Как выявить, что у ребенка уже есть признаки тревожности, которые имеют такое же негативное выражение. Причем, если можно, конкретизируйте, как диагностировать тревожность у младшего школьника, у дошкольника и у подростка. Вот та методика, которая была в презентации, вот эти 20 основных параметров, она подходит для детей, для младших школьников и для средних школьников. Тогда как интегральный тест тревожности, о котором я говорила, он как раз характерен лучше диагностировать со старшего подросткового возраста и для взрослых. При этом нужно понимать, что чем младше возраст, тем больше вот эта оценка будет внешне феноменологической по поведениям. То, что мы можем увидеть невооруженным взглядом. Чем старше ребенок, тем больше вот эту диагностику можно переводить через опросники, через заполнение тех или иных опросных форм, ответов на те или иные закрытые вопросы. И нужно понимать, что тревожности в чем она проявляется. Это опять по параметрам. Это чрезмерное волнение, это когда человек по любому поводу использует именно поверхностный тип дыхания. Вот если как определить какой тип дыхания у вашего ребенка или у взрослого. Достаточно положить одну руку на верхнюю грудную часть, грудную клетку, а вторую руку на область живота и посмотреть, сделать несколько глубоких вдохов. И можно заметить, что в обычном спокойном состоянии так называемый мужской тип, он больше именно брюшной, низ живота работает, женский тип, это верхняя часть. Когда мы говорим о тревожности, то здесь переход вообще на вот этот уровень, когда мы можем наблюдать невооруженным взглядом подергивание легких плечей, тремор, волнение, покосывание губ, это проявляется в речи двигательных определенных реакциях, ребенок начинает заикаться, причем это заходит вплоть до того, что приходится обращаться к логопедам для того, чтобы нормализовать эту функцию речевую. Следующий момент, на который стоит обращать внимание, в особенности, когда нужно сразу бить тревогу, это как раз те параметры, когда мы говорили о том, что это уже не просто высокий уровень тревожности личностной, а это дело близится именно к заболеванию, к неврозу, и их 7 основных групп, но лучше в этом контексте, конечно, вас проконсультировать медицинский или клинический психолог или психовневролог. Однозначно стоит обращать внимание, если вы замечаете тики, подергивание, если постоянное обгрызывание ногтей, и причем это носит такой тотальный характер, ребенок перестает замечать, то есть это обремяется уже постоянно, когда он постоянно вырывает, потому что очень часто родители таких детей приходят в ужас, они говорят, вы знаете, мы сначала обратили внимание, что ребенок сначала выдергивал челку, а потом у него появляются отдельные залысины или пролысины по всей поверхности головы, это уже запущенный, когда родители уже пропастили. Когда те или иные обсессивные или компульсивные, обсессии это навязчивые мысли, у меня ничего никогда не получится, что-то обязательно случится, что-то негативное произойдет, при этом вы понимаете, что сейчас достаточно нейтральная ситуация, вот здесь уже нужно обращать внимание, что это уже работа не психолога, психоневролога. Когда идут компульсивные действия, ритуалы появляются, когда, например, ребенок для того, чтобы снизить свой уровень тревожности, начинает придумывать себе какие-то отговорки, чтобы ничего не произошло, я 15 раз переложу ручку туда-сюда, я 20 раз у подростков часто бывает перестелю кровать, если она будет застелена не так, что случится катастрофа. Вот это говорит о том, что это уже невроз, это уже заболевание, а иногда это может быть не просто невроз, а более серьезно, где понадобится помощь психиатра, то есть нужно дифференцировать. Спасибо, Татьяна Александровна. Следующий вопрос. Выяснилось, что за высокой тревожностью и абсолютной неуверенностью ребенка восьмой класс стоит семья, требования, нажим, неоправданные надежды и прочее. Вопрос. Насколько я, как классный руководитель и или психолог школы могу вмешиваться в методы и средства родительского воспитания? Беседы с родителями, советы и рекомендации мало что меняют. Какие есть инструменты у классного руководителя? Дело в том, что вот это как раз та проблема, с которой мы можем очень часто встретиться, когда некоторые родители могут говорить о том, что перекладывать на образование и на классных руководителей и педагогов собственно свою воспитательную функцию. И в этом контексте у нас один-единственный выход. Работать с тем, что мы имеем, в то время, которое мы имеем, и теми средствами, которыми мы располагаем. И если вы понимаете, что с родителями разговаривать бесполезно, то есть нет обратной никакой связи, либо, например, ребенок из неблагополучной семьи, где наоборот идет усугубление ситуации, тогда в школе необходимо создавать те ситуации, тот микроклимат, в который человек, вот этот ребенок, он может частично компенсировать и наработать те новые средства и новый опыт, новые модели поведения, которые в будущем ему помогут совладать. Вот пример. В свое время, когда еще работала в Центре психологической безопасности личности, очень часто к нам приводили отдельные, мы создавали тренинговые программы для детей из неблагополучных семей. Когда мы понимали, что родители либо пьют, либо постоянно дерутся, либо еще какие-то дефекты, очень высокая конфликтогенность в семье, что семья и обратная связь от родителей она нулевая, то тогда мы создавали те тренинговые микроупражнения, где давали человеку реабилитироваться, скажем так. И в этом контексте основное внимание мы обращали на формирование положительной я-концепции, положительной самооценки. Я не спроста в презентации дала вот эти упражнения, комплименты. Есть также упражнение, оно разминочное, когда можно его использовать в обычной школе, вот классные руководители очень часто могут прибегать к этому. Когда дети перед уроками пришли, когда классный руководитель за 10-15 минут вот таким деткам предупреждает, что вы можете прийти пораньше, и если что-то вас волнует, мы сможем об этом проговорить. Ведь, как правило, основная проблема у таких детей это то, что вот эта тревога, она носит диффузный характер. И вот сама неопредмеченность она еще больше пугает. Как только ребенок опредмечивает, что именно его тревожит, как только он начинает понимать, что это такое, с чем связан этот страх, тогда у него сразу появляются возможности, что с этим можно делать. И в этом контексте таких детей, к таким детям стоит обращать более пристальное внимание, чаще к ним подходить, чаще к ним обращаться по имени в том уважительном тоне, в том виде, который будет наиболее приятно. Очень часто мы вот с такими детьми заполняем анкеты, а как бы ты хотел, чтобы к тебе обращались. И очень часто такие дети, особенно 8 класс, это уже достаточно взрослый, для них бывает очень значимо, чтобы к ним уже начали обращаться не Машенька снисходительно, а вот Мария, Маша, с чувством собственного достоинства, чтобы они ощущали вот это плечо ваше и умение то, что его слышат, понимают. И, конечно же, особую роль это вне школьные разнообразные мероприятия, и огромную помощь в этом контексте играют классные мероприятия, когда на разнообразных классных часах приглашаются психологи или классные руководители сами берут из тренинговых упражнений, например, есть целые программы ораторского искусства, когда методом постановки голоса через тренировку именно положение своего, как человек, выглядит, он нарабатывает навыки уверенного положения. И нужно сказать, для того, чтобы получить более стабильный эффект, то минимум необходимо 10 занятий, это в среднем. Хорошо бы, если бы это было закреплялось в течение года. Спасибо, Татьяна Александровна. Наших слушателей также волнует вопрос, как снизить тревожность детей в период экзаменов? Ну и похожий вопрос, как повысить уверенность ребенка во время Олимпиад соревнований экзаменов? Животрепещущий вопрос, в особенности для ребят старших классов. И здесь стоит отметить, что, конечно же, в этом контексте помнить, вот есть оптимум мотивации и то же самое можно сказать об оптимуме тревожности. Что он представляет? Он представляет собой определенную кривую, которая похожа на параболу. Там, где очень низкий уровень ситуативной тревожности и очень высокий, они являются дестабилизирующими. Вот первый параметр это полный пофигизм, когда ребенку, скажем так, ему абсолютно все равно на какую оценку он напишет или ответит, сдаст тот или иной экзамен. На втором, когда чрезмерно зацеплен за результат, во что бы то ни стало, сдать и получить заветный желаемый балл. И в этом контексте работа основная будет строиться на перевод из вот этих двух крайних положений в положение оптимума. То есть нам нужно переводить на средний уровень ситуативной тревожности и на средний уровень мотивации достижения успеха. По крайней мере обозначить тот минимум, который для него будет приемлемым и тот максимум и найти ту середину, которая будет достаточная. Когда есть три точки, тогда всегда есть элемент внутренней уверенности, что я сделаю то, что могу. И в этом моменте нужно обратить внимание еще на несколько факторов. Обратите внимание, есть такой автор Ибенгаус, он занимался вопросами развития памяти и особенностей запоминания. Можно посмотреть на кривую забывания, каким образом она происходит. Основная ошибка у многих детей перед той или иной контрольной, что львиную долю учебного материала они оставляют на последний день. А нужно помнить, что как раз за день до экзамена происходит большая часть забывания. Это информация, которую пытаются начитать, наработать, дослушать, допонимать. Она частично утилизируется. Поэтому необходимо вот этот момент подготовки распределять во времени, заранее это делать. И существует определенная стратегия подготовки к экзаменам. Есть такой стихийный момент, а есть логический. И в этом нам помогут, например, карты памяти. Автор Тони Бьюзен есть у него такое название как МАЭНТ или МЭП-карта. Что он представляет? Когда весь тот материал объемный, который будет представлен в контрольной работе или в экзамене, ребенок постепенно разбивает по тем сегментам, которые для него будут наиболее понятны, схематичны. Ведь давно известен тот факт, что чем лучше логически переработан и структурирован материал, тем глубже и тем длительнее произойдет его запоминание. Также стоит обратить внимание, многие забывают о том, что этот психоохранительный режим в контексте перед сдачей экзамены будет играть особую ценность. Родителям нужно помнить, что за день до экзамена ребенку нужно обязательно выспаться, потому что дети очень часто грешат тем, что они ложатся очень поздно, в час, два, некоторые ребята и в три, и в четыре, а потом приходят полностью разбитыми, когда нервная система, она за ночь перегрузилась и наступает вот обратный эффект. И нужно обратить внимание также, что в этот момент нужно также подпитать организм. Это конечно же будут сюда относиться фрукты, овощи свежие, сюда будут относиться разнообразные орехи. Вот часто говорят используйте там шоколад, но лучше использовать уж сухофрукты, потому что для организма они будут наиболее полезны и там больше микроэлементов, которые необходимы организму. И вот интересный факт, вот некоторые наши классные руководители перед экзаменами, они проводили свое микроисследование и было обнаружено, что очень часто вот если нет аллергии, хорошую питательную ценность носит именно бразильский орех. Несмотря на свой специфический вкус, в нем достаточно микроэлементов, которые помогают мозгу работать достаточно хорошо интенсивно во время экзаменов. интенсивно скажем Татьяна Александровна, есть вопросы касающиеся конкретных ситуаций, например, что делать если ребенок грызет ногти, или как быть если ребенок боится засыпать без света? Как раз мы перешли, когда грызет ногти. Во-первых, нужно посмотреть, какой период это занимает. Если это длительный период, то мы уже говорим о том, что это уже признаки невысокой тревожности, это уже невротическая реакция, невроз. Здесь уже прерокатива работы клинического психолога и психоневролога. В этих моментах нужно, как правило, помогает лучше всего когнитивно-поведенческая или когнитивно-бихиоральная психотерапия. На что она направлена? Прежде всего анализируется сама ситуация. Ситуация до, в какие моменты, собственно, ребёнок начинает грызть ногти, что предвосхищало, что было перед этим и что было после, что сопровождало, какие эмоции были у детей. И в этом контексте мы работаем по той же схеме, которая была предложена в презентации. Мы начинаем с регуляции ощущения мышечного напряжения. То есть прорабатываем вот этот фактор, добавляем работу с дыханием. То есть в этом контексте работаем опять на 4 счёта. Вдох, задержка, выдох, задержка. Ещё нужно обратить внимание, что очень полезно вот это квадратичное дыхание будет на 4 выдохе, очень глубоком. Вот этот элемент, внутренний проговор, выдох, внутренний успокоился и улыбнулся, что со мной это обратная связь, организм, что со мной всё в порядке. Это имеет эффект такой психологический. Кому интересно, можете почитать. Есть такая интересная теория, теория Джеймса Ланге, которая говорит о том, что мы плачем не потому, что нам грустно, а нам грустно от того, что мы плачем. И вот этот эффект как раз обратной взаимосвязи нашего телесного положения и той эмоциональной реакции, которая есть, она тоже имеет место быть. Спасибо. А что быть со страхом темноты? А со страхом темноты здесь нужно, во-первых, зависеть от возраста. Нужно помнить, если это младший дошкольный возраст, то это совершенно адекватный и нормальный страх, который есть у каждого ребёнка. И в этом нужно обезопасить, то есть для этого использовать какие-то ночники. При этом нужно помнить, что опять, с чем связан этот страх? Очень часто он связан с какими-то страшилками, мультикомпликационными героями, персонажами, Баба-Ягу и всякими другими персонажами, которые наполняют внутренний мир ребёнка. И в этом контексте мы прорабатываем через игру и постепенно степень освещенности удаляем. То есть иногда мы можем оставлять полный свет, потом переходим на ночник и постепенно удаляем. Но нужно помнить, что младшим, ещё раз повторю, дошкольном возрасте это нормальный страх, который не требует вот такого глобального вмешательства. Но если этот страх темноты появился вдруг, когда уже ребёнок спал, например, спокойно в тёмной комнате, то здесь уже возникает вопрос, что, скорее всего, это связано с какой-то психотравмирующей ситуацией. Здесь нужно обращать внимание, а что, собственно, произошло. Спасибо. Татьяна Александровна, просьба. Можно ли дать примеры снижения значимости ситуации? Да, конечно. Вот, например, если мы возьмём тот же самый экзамен. Если я сейчас не сдам биологию, химию, русский язык, то всё, меня выгонят из школы, меня перестанут любить, со мной перестанут общаться. И нужно говорить о том, что может произойти. И в этом контексте мы ведём это, как правило, на индивидуальных беседях. Скажи, что для тебя является самым страшным? Пусть у нас звучат свои самые-самые-самые значимые страшилки. А потом перепроверяем, на самом деле это так. На самом деле, если ты получишь двойку или тройку, твои родители перестанут тебя любить. На самом деле педагоги перестанут обращать на тебя внимание, а одноклассники перестанут с тобой общаться. И если для ребёнка вот этот ответ будет звучать «да», то мы вот эту проекцию просто вскрываем. Мы приглашаем родителей и спрашиваем напрямую, что произойдёт, если ребёнок получит ту или иную ситуацию, как вы отреагируете. Есть, конечно, ситуации, когда родители говорят, что для нас принципиально, чтобы наш ребёнок учился только на пятёрке, закончил школу с медалью и был успешен в абсолютно всех видах деятельности, за которые он берётся и в которых принимает участие. То есть здесь нужно сказать, что работа будет вестись не с ребёнком, но прежде всего с родителями, с адекватностью их ожиданий. И поэтому мы на индивидуальной консультации с такими родителями, мы вот на чаше весов предлагаем такую картинку. Вот посмотрите, на одной чаше весов будет здоровье вашего ребёнка, психическое здоровье, его уравновешенность, его умение жить и наслаждаться радостной, счастливой жизнью. А на второй чаше весов будет показатель в виде оценок того, что вы от него требуете, что для вас значимее. Но, по крайней мере, на тех консультациях, которые я провела, ещё ни один родитель не сказал, что для меня пятёрка важнее, чем здоровье моего ребёнка. И когда родитель перестаёт внутренне для себя требовать, что да, для меня здоровье моего ребёнка гораздо ценнее, то тогда вот этот опыт и вот эту информацию ребёнку донести гораздо проще. Что на самом деле самую главную оценку, которую, в принципе, может получить любой человек, это то, что это та оценка, которая может дать нам наша жизнь, уровень нашей жизни, уровень и качества тех переживаний и тех ситуаций, в которых мы находимся. Это то, как мы реагируем. Тогда как вот эти оценки, если вы посмотрите, вот, например, работая в высшем звене, и потом на индивидуальных консультациях с людьми, имеющими не одно, два, три нескольких высших образованиях, на вопрос о том, сколько раз реально работодатель заглядывал в ваш диплом и смотрел на ваши оценки. Вот, по крайней мере, единичные случаи, когда говорят, что да, допустим, мне диплом с отличием помог, как правило, смотрят на те личностные характеристики и на те умения, которые делает человек, на его способности, но абсолютно не на то, какая оценка стоит у него в дипломе. И вот снятие уровней значимости, это перевод с оценки, что для вас важнее, получить вот эту оценку, либо всё-таки знать этот примет так, чтобы вы сами получали от этого удовольствие. Узнать русский язык так, чтобы уметь общаться и быть интересным собеседником, знать литературу, поэзию, ну и другие предметы. Спасибо, Татьяна Александровна. Ещё один вопрос. Как, что делать? Сыну 6 лет, боится оставаться дома один. Даже если я выйду на улицу на пару минут, во всех комнатах включает свет. 6 лет. Вот смотрите, что касается детской психологии, то здесь нужно обратить внимание, что как раз наиболее пиковым и наиболее опасными возрастными этапами является возраст 6 лет. У мальчиков это, кстати, может быть немножко раньше с 5, у девочек это может быть 6,5, но средний возраст, он как раз 6 лет. И в этом контексте нужно учитывать прежде всего возрастные особенности. В данном случае вот этот страх остаться одному, он совпал с вот этим возрастным этапом. И здесь элементарно набраться терпения. То есть в данном случае, если для него важно включать везде свет, обезопасить эту ситуацию, пусть он делает так, как ему удобнее. И при этом обозначьте для него временные интервалы, обозначить, куда вы уходите. Вы можете оставить, например, если есть возможность, дополнительное средство связи, телефон, чтобы ребёнок в любой момент мог позвонить вам и сказать, что с ним не так. Вы можете позаботиться о его личностном пространстве. На этот период, когда вам необходимо отлучиться от него, допустим, включить интересный мультик, разложить те пазлы или те игры, которые для него значимы, которые занимают именно тот временной период, когда вас не будет. И тем самым пережить этот период. Потому что, ещё раз повторюсь, что в данном конкретном случае это совпало. Вот индивидуальные особенности с возрастными. А когда мы говорим о возрастных особенностях, то здесь элементарно нужно просто переждать. И у каждого ребёнка, когда родители спрашивают, насколько этот временной интервал, вот этих страхов, может затянуться. У всех по-разному, очень индивидуально. От нескольких месяцев до полугода, у некоторых чуть больше. И ещё раз зафиксирую внимание, что если тип нервной системы слабый, то это говорит о том, что вот все эти возрастные диапазоны и рамки, они будут расширяться, удлиняться, чем у ребёнка с сильным типом нервной системы. Спасибо. Татьяна Александровна, может быть, Вы можете дать несколько рекомендаций по теме, «Как нормализовать сон, если сплошные кошмары или бессонница?» Да. Прежде всего, и когда возникают проблемы со сном, нужно помнить о том, что пересмотреть, в принципе, чем занят ребёнок в течение дня. И в данном контексте мы рекомендуем родителю прямо в течение недели зафиксировать, что вот по режимам, во сколько проснулся, как поел, когда уснул, был ли дневной сон, не был ли дневным сном, виды деятельности основные, которым занимался ребёнок, и смотреть количество прогулок, сколько в течение дня ребёнок гуляет на свежем воздухе. Существуют определённые именно экспериментальные данные, исследования, которые показывают определённую зависимость, что если ребёнок постоянно находится дома, очень мало гуляет и очень ведёт такой, скажем, малоподвижный образ жизни, а в основном в компьютере, в iPad, в телефоне, либо в каких-то других электронных средствах, то у такого ребёнка риск того, что у него будут ночные кошмары, плохой сон, он заметно увеличивается. Тогда как у тех людей, у которых, по крайней мере, присутствуют две прогулки, дневная и перед сном, они значительно снижают. Нам нужно сделать акцент на то, что с возрастом, в принципе, среднестатистическая норма для человека, для подростка, активность физическая, это примерно 3 км в день ребёнок должен пройти пешком и желательно на свежем воздухе. Чем младше возраст, тем этот показатель, он тоже будет варьироваться в зависимости от активности ребёнка. Но для таких родителей ночная прогулка, она становится, прогулка перед сном, вечерняя, обязательной. И в этом очень такой важный аспект, нужно дать возможность в течение часа, полутора, когда в особенности тёплое время года, весна, лето, ранняя осень, вот эти прогулки некоторые родители растягивают до двух, до двух с половиной часов. Если это период сопряжён, допустим, школы, они прям берут учебники, всё, что нужно выучить, и делают это на природе. И таким образом, мобилизуя вот этот физический ресурс, физический потенциал, постепенно нормализуется и сон. А что касается именно содержания снов, то здесь, к сожалению, не сказано, какой возрастной период. Потому что опять содержание ночных кошмаров, оно может очень сильно зависеть от возрастного этапа. И для каждого возрастного этапа будет характерна своя сюжетно-ролевая концепция и хронология этих снов. Более подробно вы можете ознакомиться, вот, кстати, у Захарова. У него есть в диагностике по типам детских страхов отдельные главы и отдельная процентовка. Для мальчиков, для девочек, какие виды страхов и какой последовательности возрастной наиболее характерны. Спасибо. Ещё один вопрос. Если в семье общий диагноз, в той или иной степени тревожность, какие игры или игровые способы поддержки друг друга существуют? Это все виды, которые относятся к эмоциональным поглаживаниям. Необходимо создать, вот, например, в некоторых семьях мы предлагали делать такой формат, где каждый член семьи делается отдельная фотография каждого члена семьи, она вывешивается. А все другие пишут те положительные качества, свойства, которые ему в нём очень нравятся. Это оставляется на видном месте. Каждый раз, когда у вас есть возможность увидеть друг друга, это телесные прикосновения, это объятие, это улыбка, это подбадривание, это поддержка. И основной посыл – я верю в тебя, ты справишься, мы с тобой, мы вместе, и всё хорошо. Ну, вот это основной посыл. Так что, если это детки более младшего возраста, то, допустим, в детских садах и школах на классных частях предлагается, например, арт-терапевтическая техника «Калаш-солнышко», где в центре рисуется солнышко, от него отходят лепестки, где написано имя ребёнка или фотографии. И в течение дня или в течение недели, в зависимости от пролонгированного срока проведения этой работы, воспитатели, учителя, сами родители имеют возможность подписывать, а что хорошего сегодня получилось, что произошло, с чем ты сегодня справился. И здесь нужно сделать акцент, нам нужно сформировать устойчивую базу позитивного принятия и позитивной оценки себя. Спасибо. Ещё одна конкретная ситуация. Татьяна Юрьевна просит совета. Девочка-первоклассница категорически отказывается заниматься чем-либо в группе. Каждый день, особенно после каникул, историческое состояние перед походом в школу. Постоянно в течение учебного дня в переписке с мамой. Ничем дополнительно заниматься неинтересно. Ещё раз возраст. Первоклассница. Здесь, к сожалению, не указывает, потому что здесь, смотрите, в чём может быть трудность. Иногда, почему очень важно указывать не просто первоклассника, сколько лет, потому что некоторые отдают детей в 6 лет, кто-то в 7 лет, кто-то ближе к 8 годам. И в зависимости от возраста там будет своя специфика. Вот для детей, которых, если их чуть раньше отдают в школу, нужно ещё смотреть, какой тип воспитания был в семье. Единственный ребёнок или не единственный. Ведь если очень часто вот такая картина, которая описана здесь, она характерна для семей, где единственный ребёнок, гипоопека, и где до вот этого периода, до похода в первый класс, скажем так, ребёнок находился на домашнем воспитании. И тогда для таких детей вот этот переход, адаптационный, он будет очень сложный. И для них вот всё, что перечислено, именно в такой виде распространяется. Поскольку речь шла о том, что наблюдается не просто нежелание, что это после каникул, когда ребёнок имел возможность больше побывать дома, здесь опять нужно пересмотреть. Здесь должна быть комплексная работа и с родителями на то, чтобы расширять зону возможностей, заинтересовывать, что интересного может происходить в школе. Иногда для таких детей первоклашек рекомендуют давать им с собой какие-то домашние игрушки, с которыми им будет более комфортно и спокойно. Хотя это тоже имеет такой вот двоякий эффект. Одно дело, если это первое полугодие, когда идёт адаптационный период, и другое дело, если это второе полугодие, когда вот эти моменты, они уже начинают немножко мешать и отвлекать. И здесь большая часть будет строиться, я, к сожалению, не сказана, если там психолог, потому что очень часто для таких детей уже в штате, для младшего звена подразумевается работа именно тренингового в течение двух-трёх месяцев. Часто во многих школах ведётся, этих детей отбирают в эти группы, и с ними ведут отдельную, индивидуальную групповую работу. Но здесь, мне кажется, нужно ещё дополнительно обратиться именно к частному психологу или психотерапевту и проработать, потому что вот эта истеричность, она может потом, чтобы это не произошло, закрепление. К сожалению, вот своими ресурсами, чисто родительскими, здесь не справишься. Спасибо. Вопрос про взрослых. Можно ли снять тревожность взрослого человека? И сразу вопрос по этой же теме от другого слушателя. Я сама очень тревожна и свои опасения перекладываю на ребёнка. Он, как и я, всего боится. Как мне быть? Работать собой. Это первый вопрос. Другой вопрос, как работать с собой. Для этого существуют группы самопомощи, группы личностного роста. Для этого нужно, можно и нужно проходить индивидуальную психотерапию, психокоррекционную работу. И когда вы испытываете ту или иную тревогу или опасение, первое, что нужно делать, не озвучивать это при ребёнке. Во-первых, спокойно сесть. Один из главных принципов, который также взят из когнитивно-поведенческой психотерапии, это необходимость опредметить. И это нужно делать не так, вот сам про себя подумал и на немножко успокоился, а потом опять пошла волна. А её нужно опредметить именно на лист бумаги. Зафиксировать и ответить на ряд вопросов. Первое, что я боюсь. Второе, что самого страшного, что может произойти со мной в этой ситуации. Следующий вопрос. Были ли подобные ситуации в моей жизни уже, встречались ли? Что я делала? Есть ли у меня личный опыт преодоления или совладания с подобного рода ситуациями? Тоже расписать. Следующий пункт. Если у этого опыта возникла новая какая-то ситуация, но судя по письму, если это уже такая устойчивая характеристика, этих ситуаций было много. Позитивным моментом является то, что раз вы до этого возраста дожили, то вы каким-то образом справляетесь. И можно с вами с этим поздравить. И нужно вычленить те ключевые моменты, которые вам помогут. Для некоторых это, возможно, будет звонок близкому другу. Для кого-то это будет звонок специалисту. Для третьего это будет, допустим, поиск дополнительной информации в форумах или на специализированных сайтах, где будет тот или иной алгоритм прописан в прохождении тревожащей ситуации. И в этом контексте нам нужно расширять из микросистемы, то есть не просто бояться самой, а расширять. Что по этому поводу запрашивать помощь извне. Во-первых, из близкого окружения. Это может быть муж, это может быть близкие родственники, друзья, знакомые. Если этого нет, то обращаться уже к более специализированному кругу, специалистов, кто, собственно, поможет вам разобраться с этой проблемой. Есть новое направление, например, коучинг. Можно взять скайп, онлайн-консультацию, где вас могут познакомить с определенной стратегией. Вы можете ее посмотреть сами. Техника называется методика стратегии ГРОУ. Там есть определенные четыре параметра, по которым происходит оценка и анализ той или иной ситуации. И когда вы прописываете каждый ответ по каждому параметру, вам становится понятен, насколько иррациональный или рациональный страх или тревога по тому или иному поводу. И в конечном итоге вы нарабатываете, что можно с этим делом. И в контексте можно привести пример, вот, например, который часто используется именно в нашей советской школе, который был в свое время предложен Львом Семеновичем Выгодским. Это любое альтернативное решение или прогноз, он должен строиться в трех ключевых позициях. А. Что произойдет, мои действия, в ситуации, если обстановка ухудшится? Б. Что я буду делать и что я смогу сделать, если все остальное останется так, как сейчас есть? И третий вариант. А что, если откуда-то придет помощь или неожиданная ситуация разрешится в плюс? Что тогда я смогу сделать? И когда у человека есть именно как минимум три альтернативы, тогда уровень тревожности, он как раз, даже если он предрасположен на личностном уровне, испытывать высокую тревожность, у него как раз происходит смещение по вот этой параболе с чрезмерной тревожности в зону оптимума. И эта тревожность уже может вам помочь предпринять именно тот необходимый комплекс мер для того, чтобы максимально эффективно сделать и совладать с той ситуацией, тревожащей, волнующей, в которой вы оказались. И таким образом вы можете научить потом через свой опыт своего ребенка. Потому что, еще раз обращу внимание, что дети, они обучаются через подражание. Если они видят тот или иной тип реакции, тот или иной способ мышления, тот или иной способ совладания, они невольно это впитывают. Как только вы начнете применять новую стратегию, ему захочется это сделать в своей жизни тоже. Поэтому удачи! Спасибо, Татьяна Александровна. Еще один вопрос про подростков. В подростковом возрасте тревожность носит социальный характер. Они боятся выглядеть смешно, быть отвергнутыми. Как им помочь? Здесь великолепно, конечно, эти вопросы все прорабатываются в рамках групповой терапии. И наш опыт, это и краткосрочная психотерапия, именно групповая. Здесь нужно обратиться в разнообразные психологические центры, где есть, и не пожалеть средства. Как правило, тем более при крупных городах, многие такие вещи проводятся в принципе бесплатно. Либо там цена была очень-очень минимальная, которая доступна для любых слоев. И в этом контексте дать возможность в течение двух-трех месяцев пройти и наработать новые стратегии. Потому что очень часто вот эта неуверенность, она связана с пубертантным ростом, с тем, что происходят физиологические изменения, с тем, что происходят очень мощные гормональные изменения. И это напрямую отражается во внешности. Прещавость, угривость, перекосы какие-то. И это, конечно, вызывает определенный диссонанс эмоциональную подростка. И это, конечно, лучше решать целенаправленно, в рамках конкретной, индивидуальной или, а лучше, групповой психотерапии. Спасибо. Еще один вопрос от слушателей. Можно ли гиперактивность и невнимательность ребенка связывать с проявлениями его тревожности? Частично да. Конечно. Здесь нужно понимать, не зря, если посмотреть на тему нашего вебинара, что тревожность и неуверенность – две стороны одной медали. То же самое про гиперактивность. Это может быть именно как синдром СДВГ, изначально именно как заболевание. Но в любом случае, как один из аспектов по снятию вот этой гиперактивности, частично будет работать с тревожностью. И поэтому все те рекомендации, которые были даны в рамках презентации и в дополнительной литературе, вы спокойно можете применять. Но с подобной проблематикой, к сожалению, с повышенной тревожностью вы можете делать это самостоятельно, но с вот этой проблематикой обращаться к специалисту. Татьяна Александровна, еще вопрос, очевидно, от психологов. Как Вы относитесь к методикам Спилбергера-Ханина и Филлипса? Положительно. Это те методики, которые очень часто используют в младшем и среднем свинье в школе. Поэтому они очень хорошо себя зарекомендовали. Кстати, индокративный тест тревожности Бехтерева, он по аналогии с этой методикой. Очень хорошо помоточусь. Спасибо. Еще один вопрос. Татьяна Александровна, есть ли у Вас авторские издания? Очень хочется с ними познакомиться. Авторских, к сожалению, нет. Я веду отдельные тренинговые группы, я отдельно веду онлайн-консультацию, но вот печатного материала, к сожалению, нет. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за внимание. Сегодня с нами была Басанова Татьяна Александровна. До следующих встреч.